Всем привет, с вами Стреллайд, это продолжение оброждения в EmperStory. Я уже довольно давно не записывал никакие видео, и наконец-то нашёл время, чтобы вот что-то написать и возможность. И я наконец-то хоть что-то смог понять, продвинуться, и сейчас покажу, что я смог. Я всё пытался зажечь вот этот факел, и его, ну, у меня, сколько примерно? Я потратил, наверное, минут 10, чтобы найти где-то его поджечь. Я пытался и тут. Незажжённый факел здесь ничем не поможет. Да, но она постоянно это говорила, потом пошёл туда. Пытался уже тут тоже использовать его. Незажжённый факел здесь ничем не поможет. И везде был такой ответ. Пошёл, потом я пошёл туда, спустился вниз. Вот, и обнаружил вот этот маленький огонёк, горящий факел, который я вроде бы не обследовал. Давайте сейчас изучим. Это горящий факел. Да, тут немного будут говорить, поэтому, если что, мы много времени не потеряем. Я не мотылёк. Угу. Горячо. Горячо ли холодно, я к этой штуке не притронусь. Хоть я бы нажал говорить. Тебе, может, и всё равно, а я вовсе не собираюсь себя поджигать. Ну вот, и потом я использовал незажжённый факел на этом факеле. Ну, не знаю, это факел назвать тяжело. Ну ладно. Да, если мне понадобится зажечь факел, то это как раз подойдёт. Нам бы ещё пару сотен верных товарищей, вооружённых Дрикольем и Вилами, и мы могли бы отправляться громить замок какого-нибудь местного безумного учёного. Фу, Фродрик, как неоригинально. Вот, теперь у нас есть зажжённый факел. Отправляемся наверх. Дальше. Так, выходим на улицу. Вот, и сейчас я покажу, что я пытался сделать. Пробел. Лети давай. Быстрей. Я пытался что-то сделать тут. Я не помню, показывал ли я то, что... Я вставил сюда меч. Ну, извиняюсь, если я не показывал, но я вставил сюда меч. Не помню, показывал ли я, но я его, да, вставил. И... Больше она ничего не хочет делать. Просто скинуть на это вооружение не получается. То, что он стоит... Не... Ну... Не получится в него попасть, если... Скинуть эту статую. Я пытался везде принять этот... Зажжённый факел. Я пытался сначала... Его прогнать, этого Эдварда. Я не хочу сжигать это зажжённым факелом. Я не хочу сжигать это... Потом пытался покинуть во гнездо. Я не хочу сжигать... Но постоянно был один и тот же ответ, который меня очень бесил. Я с ума сходил от этого. Ну, давайте теперь покажу вам вторую вещь. Вторая вещь, которую я нашёл, это... Так, вот. Смотрим. Флакон с туалетной водой. Вы видите его? Я не вижу никакой флакон тут. Давайте изучим. Это большая бутыль с туалетной водой, которой я наполняю свой хрустальный флакончик-пульверизатор. У него, кстати, не изучало, просто его сразу взял. Нет нужды устраивать шоу. Я могу и пешком дойти. Так... Нет, благодарю, я не пью одеколона. Давай, Фродерик, скажи что-нибудь. А я кто, по-твоему? Игрушечная модель кораблика? Эээ... Ну, ладно. Пожалуй, я возьму это с собой. Вот это вторая вещь, что я смог найти. И это я нашел только вчера ночи. Как раз после этого я написал в фиде, что собираюсь потом снять видео. И третья, последняя вещь, которую я смог найти за это время. Точнее, сделать. Я пытался все предметы соединить. И вот что вышло, когда я попытался использовать Фродерика на... А, это ж манок. А почему на манке? Ну, ладно. Фродерик, можно будет попросить тебя поиграть с этой игрушкой потом? Ага. Скажи только когда. Вот это все, что я смог сделать за это долгое количество времени. Я, конечно, ну, не сильно пытался что-то найти. Немного я этому времени уделял так, только по пять минут. И то... Не помню даже. Не могу сказать точно. Ну, два раза в неделю где-то по пять минут, чтобы хоть что-то найти. Я, кстати, только заметил, что Фродерик этот тут нарисован. Ну, на этом, наверное, все. Я попробую еще что-нибудь поискать. Серия вышла коротенькая. Я, наверное, в ней очень плохо говорил, так как не записывал. Уже, ну, точно, минимум недели две. Поэтому извиняюсь, если что не так. Ну, доточить, теперь все. Увидимся.